Трудовой десант высадился в огороде перед праздником Победы. Дружинники и общественники помогают ветеранам, которые живут в частных домах. Пожилым людям такая поддержка очень нужна. Чтобы не создавать угрозу для их здоровья, используют средства индивидуальной защиты и антисептики. Александр Потенихин подробнее. Эти ребята и грядку скопают, и по дому помогут. Волонтеры в преддверии 9 мая приходят на помощь ветеранам, инвалидам и труженикам тыла. Многие поддерживают людей старшего поколения уже не первый год. Первый раз просто попросили. Говорят, ну ребят, вы сами понимаете, какая ситуация. Многие люди просто физически не могут справиться с какой-то работой. А потом уже, когда ты приходишь, видишь, как человеку... Вроде для тебя-то это и не тяжело. То есть нет такого, что ты там снег покидал, и тебе это как-то вот встало поперек горла. А людям приятно, и людям это очень сильно помогает. Акция «Ветеран по соседству» идет круглый год. Зимой добровольцы раскидывают снег, а летом берутся за работу на земле и уборку в частных домах. Помогают, приходят, помогают, копают. Весной снег чистят с кругом дома, там это везде. Ну, что нужно, то делают. Каждый год приходят, помогают. И у меня соцработник работает. Несмотря на коронавирусную инфекцию, помогать ветеранам не отказались. Всем добровольцам раздали средства индивидуальной защиты, чтобы не заболеть самим и не заразить людей старшего поколения. Я в маске, я в перчатках. Конечно же, у меня также есть антисептик на случай чего. И пытаюсь соблюдать дистанцию, чтобы, ну, в случае чего, не передать заразу. А также мы пытаемся не контактировать с пожилыми людьми, чтобы их не заразить. Организовали акцию общественники из ТОС «Северный». Они готовят и подарки в честь Дня Победы. В преддверии праздника всем ветеранам раздадут продуктовые наборы. В ТОСе мы ведем особый учет. Мы сейчас готовим для всех дружеников тыла и вдов небольшие продуктовые наборы, чтобы в канун праздника, также соблюдая все меры предосторожности, принести каждому небольшую такую нашу частичку добра в дом ветерану. Чтобы дружинники пришли на помощь, пенсионерам нужно оставить заявку через органы территориального общественного самоуправления или председателей уличных комитетов. Александр Потенихин и Сергей Хлопов. Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok